В рамках темы «Ближний и Средний Восток» мы с вами начнем разговор прежде всего о том, что представляет из себя этот регион, какими понятиями определяется и в каких границах находится. Обсудим внешнеполитические угрозы для России, исходящие из этого региона, рассмотрим основные тенденции развития внутриполитической жизни региона и политический ландшафт Ближнего и Среднего Востока. Тема Ближнего и Среднего Востока может показаться безграничной как минимум во времени. И действительно, какое значение для всего рода человеческого имеет этот регион? 6 тысяч лет цивилизации, первые города — это родина алфавита и архитектуры, сельского хозяйства, астрономии, математики и медицины. Здесь зародились три авраамических религий — иудаизм, христианство и ислам, большое количество региональных религий. Это святая земля. Это удивительное пространство, на котором сегодня живо то, что составляло основу государств тысячи лет назад. Центры силы региона, как и тысячу лет назад, остаются на тех же местах. Мы видим Турцию на месте Османской империи, до этого Византии, Иран на месте Сосанитского Ирана, Тунис на месте Карфагена, Ливан, наследника Финикия и так далее. Наша задача — осветить основные аспекты современных нам и сложных политических процессов, происходящих в регионе Ближнего и Среднего Востока. Рассматриваемый нами регион в связи с отсутствием единого подхода к тому, какие территории составляют Ближний Восток, то есть Западную Азию и Северную Африку, имеет несколько вариантов наименования. Большой Ближний Восток, Новый Ближний Восток. Мы будем придерживаться традиции русской картографической школы и обозначать регион понятием Ближний и Средний Восток. Итак, под понятием Ближний и Средний Восток мы подразумеваем следующие территории. Традиционные арабские страны Ближнего Востока, за исключением Израиля. Иран, Турцию, Афганистан, Пакистан, Туркменистан, Кавказ и ряд мусульманских стран Центрально-Восточного региона. И традиционно мусульманские страны Северной Африки. Кордоны того, что мы будем именовать Ближним и Средним Востоком, сформировались в результате распада колониальных империй в 40-70-х годов XX века. Сегодня это источник вооруженных конфликтов, образования неподконтрольных центральной власти территорий. В 2000-х годах на фоне экономических трудностей и комплекса ряда других причин некоторые правительства региона проводили выборы с целью укрепления своей легитимности. Результат оказался неожиданным. Лаврами победы пользовались политические движения ислама, кого вряд ли можно заподозрить приверженности западным либеральным ценностям. Одновременно светские оппозиционные силы стали испытывать острый кризис политической самоидентификации. Относительная стабильность границ на Ближнем и Среднем Востоке была подорвана в январе 2011 года, когда в Южном Судане на референдуме народ высказался за отделение от Республики Судан, тем самым заразив сепаратистскими настроениями весь Ближневосточный регион и части Африки. Один из ведущих идеологов внешней политики США Збигнев-Жезинский в свое время назвал Ближний и Средний Восток дугой нестабильности и был прав. Сегодня происходит возвращение России в регион в качестве великой державы. Советский опыт неоднозначных отношений с арабскими странами и одностороннего разрыва в 1967 году отношений с Израилем служит для нас уроком того, насколько близорука политика, если она ориентируется исключительно на одну сторону. Неслучайно мы видим, как руководство России, придерживаясь реализма в политике, избегает позиционирования исламского мира в качестве своего единственного союзника, точно так же, как сдержанно ведет себя в отношении недружелюбной политики Запада. Сирийская проблема стала переломным моментом в геополитической трансформации в мировом масштабе, а не только в пределах Ближнего и Среднего Востока. События в Сирии скорректировали партнерские и конкурентные отношения России в регионе. Основными внешнеполитическими угрозами для нашей страны являются распространение исламского экстремизма и террора из Ближневосточного региона, проблемы распространения ядерного оружия Пакистан-Иран, Афганистан как транзит террористов, производство наркотиков и их переправка в Россию через государство Центральной Азии, ожесточенная конкуренция между арабскими странами и Российской Федерацией по экспорту нефти и газа на европейский рынок, необходимость лавирования между ситуативной необходимостью и потенциальной угрозой, связанной со снятием санкций с Ираном. Турция стала острой проблемой, требующей комплексного подхода в условиях складывающейся ситуации в Сирии и Ираке. Восток – дело тонкое и невероятно сложно сохранять разумный нейтралитет и партнерские отношения с такими разными региональными игроками, как Израиль и Иран, Сирия и Турция, Саудовская Аравия и Йемен. Как бы там ни было, Турция до удара в спину в ноябре 2015 года – главный торговый партнер России в Ближнем и Среднем Востоке. Израиль – основной стратегический партнер в борьбе с исламским экстремизмом, а также в вопросе инновации и модернизации нашей страны. Иран играет важную роль в сирийской проблеме, а также партнер в борьбе с распространением наркотиков из Афганистана. Арабские страны, будучи основным конкурентом России в экспорте углеводородов в Европейский Союз и по совместительству поставщиками джихадистов на Северный Кавказ, тем не менее являются потенциальными инвесторами и объемным рынком сбыта продукции российского ВПК. Предлагаю рассмотреть основные тенденции развития внутриполитической жизни Ближнего и Среднего Востока. Основными тенденциями развития внутриполитической жизни региона являются демократизация монархии, милитаризация правящих элит, деградация светской демократии, диократизация демократических институтов, политический ислам и трайбализм. В среднем классе стран Ближнего и Среднего Востока накануне Арабской весны сформировалась классическая предреволюционная ситуация, недовольство собственным положением и властями при нежелании последних что-либо менять в сложившемся статус-ку. Милитаризация правящих элит Ближнего и Среднего Востока всегда была отличительной чертой региона, имеющая аналоги в Азии, Африке и Латинской Америке, но получившей наибольшее распространение именно на Ближнем и Среднем Востоке. У выходцев из армии и спецслужб значительные привилегии. Как отмечает эксперт Сатановский, не является исключением даже Израиль. Контроль над армией, МВД и спецслужбами для высшего руководства стран Ближнего и Среднего Востока играют ключевую роль в стабильности режимов. Теократизация демократических институтов – процесс практически неизбежный для региона, в подавляющем большинстве стран которого любая демократия может быть только исламской. Ислам не только религия, но и образ жизни для верующих мусульман, как, впрочем, христианство для ортодоксальных христиан и иудаизм для евреев. Демократические изменения в арабском и в целом исламском мире означают неизбежный приход к власти исламистских политиков, их постепенную радикализацию, ограничение меньшинств и переход к шариату, хотя и не в такой форме, как это хотела бы Аль-Каида. Политический ислам, в том числе исламофашистского типа, доминирующая в регионе тенденция. Одной из самых характерных черт общественного устройства на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке является трайбализм. В этом регионе племя, семейный клан означает много больше, чем гражданство или национальность. Точнее, это и есть национальность, что характерно для человеческого общества на протяжении большей части его истории. Берберы и арабы, курды и пуштуны – лишь самые крупные из этнических групп, чья родословная не всегда учитывается. Чтобы понять, что происходит в Афганистане, Ираке, Сомали или Судане, почему палестинцы не могут создать государство, как будет развиваться гражданская война в Ливии и по каким линиям пойдет распад Сирии, нужно знать, какие именно процессы идут там на племенном и клановом уровне. На конфессиональной карте Ближнего Востока обозначены территории по принципу превалирования на ней того или иного религиозного течения, в основном исламского. Большая часть мусульманского населения является шиитами и суннитами. Социально-политические процессы в странах Ближнего и Среднего Востока, характер и перспективы их развития во многом определяются сложившиеся в этих государствах политической системы. Формы правления, присущие Ближнему и Среднему Востоку, это монархии конституционные и абсолютные, республики парламентские, президентские, однопартийные и многопартийные, демократии представительные, прямые, направляемые и прочие. Нам необходимо понять степень условности этих форм в регионе. В монархиях преобладающим типом государственного устройства является конституционная монархия, присутствует парламентская, дуалистическая, султанат Аман и абсолютная теократическая монархия. Арабские короли, султаны и эмиры, а также их коллеги в республиках под воздействием как внутренних, так и внешних факторов вынуждены постепенно реформировать традиционную структуру действующих политических систем. Тем не менее, институт монарха по-прежнему оказывает определяющее влияние на деятельность законодательных, исполнительных и судебных институтов монархиях региона. С многоконфессиональными и политническими обществами, с дезинтекционными тенденциями, присущими региону, можно лишь справиться только благодаря высокой концентрации власти. Только непререкаемый авторитет может обеспечить на Востоке лояльность руководству. Не случайно политическое устройство большей части республик региона соответствует однопартийным режимам в форме президентской республики. Авторитарный по сути характер власти в таких странах, как Сирия, Ирак, Египет, Ливия, допускал существование других партий наряду с партией власти. Сильная президентская власть контролировала законодательные и исполнительные органы государства. Необходимо понимать степень условностей этих форм в регионе. Нужно быть готовым к тому, что разобраться в реальном политическом устройстве ближневосточных государств они не помогут, напротив, могут дезориентировать. Тем более на них опасно строить прогнозы развития политической ситуации в конкретной стране. Необходимо отметить влияние колониального периода на формирование новой политической элиты и конституционный процесс. Самое крупное государство арабского мира, Египет, принял первую конституцию в 1882 году без непосредственного вмешательства европейцев. Между двумя мировыми войнами другие арабские страны одна за другой принимают конституцию. Общим моментом явилось закрепление примата исполнительной власти над законодательной, что, как ни странно, отвечало интересам метрополии. Практически все первые арабские конституции не сохранились до наших дней в неизменном виде, так как реальная национальное конституционное движение в регионе началось лишь во главе с новыми социально-политическими силами после завоевания ими политической независимости. А в таких государствах, как, например, Саудовская Аравия, конституционные основы стали закладываться лишь в начале 90-х годов XX века. Региональная специфика заключается в наличии исламских республик и государств, находящихся в процессе разрушения. Помимо исламских и светских авторитарных республик, в регионе находятся две неисламские демократические республики – Израиль и Кипр. Это европеизированные, но с присущей им спецификой в государственном устройстве. Если об Израиле мы поговорим в рамках отдельной лекции, то о республике Кипр отметим следующее. Кипр – бывшая колония Великобритании с 1878 по 1960 год. Северная часть территории оккупирована Турцией. Институты управления Турецкой республики Северного Кипра формируются на основе выборов в соответствии со стандартами ЕС. Этноконфессиональной спецификой Кипра является доминирование греческой православной церкви, резервирование мест в парламенте для армян, католиков и маронитов и неиспользуемые с момента раздела острова квоты для турок-киприотов во всех властных структурах республики Кипр, а также отдельные суты для греков и турок. Стоит отметить, что подобного рода законодательства, защищающая права и обеспечивающая представительство этноконфессиональных меньшинств, присущи таким странам Леванта, как Израиль, Ливан и разработка которого, скорее всего, предстоит Сирии. Спасибо за внимание. В следующей лекции мы продолжим тему Ближнего и Среднего Востока с анализом политических процессов в отдельных странах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok